Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Так, раз, раз, раз. Будем надеяться, сейчас у меня ничего не собьется. Сейчас проверю геймпад. А геймпад не вытягивает, а геймпад надо было по-другому всё делать, а сейчас я сделать это не могу. Ладно. Окей. Окей. Короче, все знают. Начнём вот так вот. Всем привет, друзья, с вами Стасенчик, это канал Размовский Плей, и мы с тобой сегодня покрутим баннер с генералом. Я не знаю, как здесь, куда выходить на эти все, наверное, отсюда можно, да? Прыжок, вот, отлично. Сделаем прыжки. Очень мне хочется выбить, попытаться попробовать выбить генерала, потому что у меня вообще в приоритетах не генерал, у меня лоча. Но я надеюсь, если сейчас выпадет генерал, то мне хватит потом ещё и на лочу. Я вообще хотел на стопроцентный гарант на него вывести. Сейчас у меня 50 на 50. У меня что-то порядка 30, может, круток сделано. Посмотрим. Если первый выпадет генерал, прекрасно. Если не генерал, то, значит, оставим эту мысль на более позднюю идею. Я вот думаю, как раз потратить 6 круток и потом ещё... Ну, ещё вот пока не выпадет. Давай сейчас посмотрим, сколько у меня вообще круток было сделано. Так, раз, два, три, четыре, двадцать уже, двадцать пять, тридцать, тридцать круток. Всего я сделала на 30 круток. Давайте. Не знаю, блин, я хотел этот баннер по 10 всё время крутить. Ладно, давайте по 10, давайте 40 круток. Если на билетике радуга, значит, 100% будет этот... Те-звёздочник. Вот, но пока... Пока, как видите, нет. Буду каждый просматривать, каждый смотреть, что выпало, что нет. С учётом, что... Вот, ещё одна тинь-юнь. Тинь-юнь, или как её там... Вроде как она неплохо будет с генералом работать. Ну, посмотрим. Вот. Так что, чтобы мне точно на всё хватило, максимально просто. Вот, если выпадает генерал, то придётся прям стараться на луче набить ещё круток. Потому что вот сейчас это вот-вот 90 круток. Вот у меня тут 90 плюс там уже 40. И десятая крутка. Ну, давай, ну чё ты тянешь? Он прямо издевается. Я надеюсь, он не вытянет из меня максимум просто. Сушан, отлично. Я играю, использую Сушан. Март пусть будет. Почему нет? Нормально. Два четырёх звёздочных в одной десятке. Очень, я считаю, неплохо. Я не знаю, здесь их оружие выпадает, не выпадает хоть какой-то. Ой, жадность-то берёд, и смотри, а. 60-е, и ничего. Это прям плохо. Это очень плохо. Это прям отвратительно, я не знаю. Да, оружие выпадает. Пусть мир не стихает. Хорошо. Ну, как хорошо. О, Сушан, ещё одна созреться. Хотя будет Сушан, она там, спасибо. Сушан тоже, она на себя. Очки прямо забирает. Ну, давай, последнее, наверное, я не знаю. Ты же должен хоть когда-то. Нету радуги, нету радуги. Да что ж такое-то, а? Блин, я не знаю. Я и хочу генерала, и не хочу одновременно. Какая вы же, 70-я крутка, наверное. Если было сделано 30, было 100. Наташа, нормально. Пусть будет. Петля, пор. А практически все уже прокачаны. 40 и 30, 70 было, да, 70-е. Будем надеяться, что будет достаточно ивентов, что там на всё хватит. 80-я крутка. Вот он. А сейчас узнаем. Сейчас узнаем, выпал генерал или нет. Если не генерал, значит всё. Даже дальше я даже крутить не буду. Генерала буду на лочу оставлять. ЧМРТ-7. Ну давай. Прям на максимум, смотри. Просто на максимум. Неужели ровно на 80-й? Ну ровно на 80-й, да. Цзинь юань. Всё, а дальше я крутить не буду ничего. Нет, можно докрутить. Можно докрутить. Можно докрутить эти 50 круток с надеждой, что не выпадет. Больше цзинь юань. Ох, ну если опять сотка сработает, это прям вообще. Я даже не знаю. Хотелось бы, чтобы 50 на 50 сработало. Ох, ох, ох. Ну ладно, давайте. Может 50 на 50 будет. Давайте гулять-то гулять. Давайте всё потратим. Лоча будет, если то когда-нибудь потом. Здесь потому что и Сушан очень приятный. И Наташа вон выпадает время от времени. Ну, март. Соберём это само собой. Ещё и оружие какое-то выпадает. Но всё, что выпало, не очень нужно. Так, 20-е. Пока ничего. Вот сейчас я надеюсь, что не будет 100% гарант. О, отлично. Это на март. Мне как раз для неё не хватало. Сама март. Ох, ох, ох. 30-е. Пока ничего. Ладно. Прям хотелось бы, чтобы 50 на 50 кто-то вот левый выпал. Так, под голубым небом, это я даже не знаю на кого. Это на эту? На Клару что ли похоже? Очень похоже, что на Клару. Теньюнь ещё одна. Вот вопрос, стоит ли дальше? Я даже не знаю. Ну, ладно. 40-ая всё ещё ничего. Мне второй генерал, он не нужен, если что. А, Краты приветствуют тебя. Это на эту, на хук. Ну, либо на главного героя, я не знаю. Ладно, ну и последняя десятка, будем надеяться на лучшее. Всё, это не радужные. Всё, я оставляю теперь как есть. Теперь только до лочи. Теперь будем крутить, когда только будет лочи. Когда будет лочи. Будем знать, что у нас здесь 50 круток сделано. Для стопроцентного гаранта сколько нам нужно? Нам нужно 40 до 90. Получается, да? И ещё, ещё 90. Итого 100, 130. По-моему, нужно круто, да? Да. Сейчас посмотрим, всё, что нам выпало. Ещё одна тенью. Ну, лучше бы Сушан выпало. Лучше бы Сушан, я был бы более доволен. Всё, так, это мы выкрутили. Так, персонажа, да? Там, кстати, давайте вот сюда ещё зайду, я всё заберу. О. Отлично, я... А, это новое. В тяжёлом весе турнир начался. 16 дней. Ивент? Ивент запустили, да? Да, ивент запустили. Отлично, здесь можно круток будет набрать. Прекрасно. Так, сообщение. Сообщение от Хук и от Клары. Так, ну ладно, у нас в видео не об этом, не о сообщениях и не о журнале путешествий. Хорошо, персонажа. Начинаем. Наташу дали нам плюс одно созвездие. У меня, по-моему, одно было. Да, это второе как раз. Периодически исцеляет союзника с ХП ниже или равным 30%. Использование сверхспособности в течение одного хода. Это ульта, да? Я так понимаю. В начале своего хода этот союзник восстанавливает ХП, равное 6% от максимального ХП Наташи, плюс 160 ХП. Ага. Понятно, хорошо. Клинические исследования, ну да. Так. У нее что-то у нас много созвездий понавыпадало. Обалдеть. Практически полное. Так. Что-то жена постеснялась здесь кашлять, ну ладно. Она думает, что это плохо. Так, дальше. Это у нас, походу, дело вообще полное, да? Март-7. Просто полное. Март-7, С6. Но это хорошо. Это нам в будущем пригодится. Все, пусть будет. Я считаю, в принципе, ничего, наверное, плохого не случилось. Так, Сушан. Отлично. Срабатывает стойка меча. Понижает получаемость Сушана урона на 20. Это прекрасно. Так, ну и уровень сверхспособности, естественно, увеличивается на плюс 2. Так, дальше. И сам генерал. Вот сам генерал. Вот такой у нас теперь генерал есть. Наконец-то у меня появился электроперсонаж нормальный. Долго-долго думал. Думал над зелью, но зелья мне не понравилось. Генерала я, в принципе, сразу тоже не хотел, но... Посмотрел, увидел и подумал, что да. Почему нет? Можно было бы и использовать. Что, в принципе, я и сделал. Так, ну а на этом, наверное, все тогда, да. Запись я, наверное, заканчиваю. Так, здесь карта на мэп. Да, на мэп. Да, запись тогда получается за... Подожди, а как вот эти очки перевести? Там же можно как-то перевести. Сейчас, 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 сейчас. Можно переводить же очки. Так, прыжок, достижение, поручение. Журнал путешествий точно нет. Честь безымянных. Нет, не честь безымянных. Путеводитель. Где-то здесь. Да, вот, отлично. Вот здесь вот можно перевести энергию. Так. Вот так вот. 160. Прекрасно. Перевели. Потому что я сегодня сейчас как раз гулять пойду, и мне будет как бы не до этого всего. Заодно выполнили задание по энергии. Да, в чести безымянных. Получить. Вот так, отлично. А на этом-то, да, выходит, все. Выбили генерала. Здорово, классно. Вообще, я и рад, и не очень. Ну, будет... Больше, наверное, все-таки рад. Будем надеяться на то, что он мне достаточно поможет. Но тут новости, они, не знаю, не хотят покрываться нормально. Он не удалось загрузить объявление, что-то у них. Что-то не то у них с серверами. О, нормально. Так. Ну вот, как раз здесь рассказывают нам про высшую лигу Камнеграда. Какие-то объявления. Про оптимизацию. Хотя что-то... А, ну правильно, у меня и записывается, и все, вот он и притормаживает. Уровень освоения 21. Нужно и завершить миссию приключения ринга и сцена 1, 2 и гладиаторы. Это я все уже прошел, поэтому... Поэтому можно спокойно в этом событии. Участие в пяти матчах, которое содержит четыре боя. После того, как первый проходит и решит присоединиться к матчу, состав противников выбирается случайным образом. При победе над ним будут предоставлены различные усиления. Пройдите матч один раз, чтобы получить стандартные награды, такие как Звездный Нефрит. По высшей лиге также проводятся ограниченные по времени испытания. Во время событий будет учитываться количество циклов, которые понадобятся для завершения каждого сражения. Чем быстрее вы закончите бой, тем больше наград получите. Выполнят их, получат награды временем события. До 6 июля. Поэтому, если вы только-только начали играть, вы все это успеваете, все это сделаете. Вот, все будет нормально, все четко. И все будут довольны и счастливы. Ладно, да-да, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на VK Play, если вы хотите смотреть Хон Кайстер Рейл. Потому что именно на VK Play я его прохожу. На ютубе я его проходить не буду. Я какие-то, может быть, мини-мини подобия гайдов. Ну, вообще не гайды. У меня там вышло полуторачасовое видео. Я в нем какие-то аспекты рассказываю. Что-то похожее, что есть в Геншине. Что нет, там начало все такое. Ну, вы сами знаете, в каком виде у меня все видео выходит. То, что я не пишу там сценарий. Не как-то что-то выбираю. Я просто вот, как есть изначально, все это высматриваю. Все это вырезать. У меня на это все нет времени. Возможности каких-либо. Поэтому, кому интересно, тот смотрит. Кому нет, тот нет. Как бы, тот не смотрит. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, на Discord, на группу ВКонтакте СТСНЧИК ТВ. Чтоб не потеряться. И всем удачи, всем пока-пока. Вот так вот, где моя рука, вот она. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok